МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Число заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти. Все подробности у Светланы Семеренко. Восстание машин. Почему в Улан-Удэ невозможно заказать такси? Разбирался Никита Коробенко. В республике Бурятия открыли новую школу, где уже сегодня ученики усядут за новой партой, расскажет Сергей Смоленинов. Школьная повесть Лермонтова через призму современного искусства. Что ждет зрителей телеканала Оригус в ближайшие дни, расскажет Саюна Бухаева. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Бурятии превысила эпидемический порог. За минувшую неделю зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев. В том числе есть эпизоды свиного гриппа. Показатель достиг 36 случаев на 10 тысяч населения. Это выше эпидпорога почти на 30%. Большинство заболевших зарегистрированы в Улан-Удэ. Это более 2 тысяч случаев. Подтвержденных случаев гриппа 14. У нас сейчас циркулируют вирусы гриппа А. Это, во-первых, грипп H1N1 пандемический 2009 года, который был в 2009 году. А также вирус гонконгский, это H2, H3N2. Вирус гриппа B пока не зарегистрирован. Кроме гриппа у нас регистрируются и другие респираторные вирусные инфекции. Это и вирусы парагриба, аденовирус, пневмо, метавирус, боковирус. Таким образом, кроме гриппа, конечно, у нас циркулируют и другие вирусы. В Роспотребнадзоре отмечают, все заболевшие не были привиты. Кстати, в этом году в вакцинации принял участие почти каждый второй житель Бурятии. А современные вакцины содержат актуальные штаммы почти всех циркулирующих вирусов. Возможно, поэтому эпидпорог хоть и превышен, но ситуация пока лучше, чем в соседних регионах. Так стоит ли опасаться распространения вируса и куда следует обращаться? Светлана Семиренко поговорила с врачами и заболевшими пациентами. В Бурятии на карантин закрыли три школы, 35 классов в Улан-Удэ. Много заболевших и среди детсадовцев. По словам родителей, симптомы напоминают грипп. Высокая труднозбиваемая температура, лихорадка, боль в суставах, а иногда и рвота с диареей. Такие признаки были и у шестилетнего Даниила Бабикова. Врач пришла, посмотрела, диагноз нам не озвучила. Но у нас какие были симптомы? В первый день высокая температура поднялась, доходила до 39,6. У нас впервые такая высокая температура. У него была два раза рвота и заболел живот еще очень сильно. 40 температура, два дня. Вот у старшего была, потом по цепочке остановились и заболели. Скорую мы вызвали. Скорая сразу сказала, что ждание будет 5-6 часов. В сутки на станцию поступает до 2000 звонков. Чтобы разгрузить бригады, отделение неотложной помощи создали при каждой городской поликлинике. Звонков шквал во второй доходит до 300 в день. Это как минимум в три раза больше, чем в начале января. В понедельник больше вызовов поступает и в пятницу. В середине недели небольшой спад наблюдается. Но по сегодняшнему дню, по сравнению с прошлым понедельником, у нас возросло на 30% количество вызовов на дом. В этом году я бы отметила ситуацию как неблагоприятную. Предыдущие 4-5 лет у нас такого подъема заболеваемости не отмечалось. Ребенок болеет, потому что уже три дня температура держится. И врачу пришлось врачиться. А пока температура держится? 38-39. До 100 человек в сутки обращаются и в инфекционную больницу. Нередко сами работники медучреждений. У санитара Сергея Жигжитова предварительный диагноз тоже грипп. Говорит, от заражения не спасла даже прививка. На работе, скорее всего, контакты больных ребенок. Сейчас болеетесь, здесь болеетесь. Грипп подтвержден уже. Грипп является инфекционным заболеванием серьезным, с такой характерной клиникой. При других уровень, которые вызывают другими вирусами, там клиника другая. Там температура меньше, интоксикация меньше. И там на первый план все-таки выступает кашель, настрок, такие вот жалобы. А грипп характеризуется мощной интоксикацией. Инфекционка переполнена. Впрочем, лежат сейчас и в других учреждениях. Коечный фонд развернули в эндокринологическом центре, в 4-й больнице на Машзаводе, в детских, на Матогоево и на проспекте строителей. Для того, чтобы обеспечить всех пациентов с ОРВИИ, специализированной медицинской помощью, перепрофилированы отделения в медицинских учреждениях города. В период подъема заболеваемости ОРВИИ, в медицинских организациях республики продолжаются ограничительные меры. Это масочный режим, это ограничение посещения больных в стационарах. Судя по нашему опросу, в интернете вирусы косят горожан. У большеполовины респондентов в окружении болеет кто-то сейчас, либо уже переболел. Впрочем, мало кому из них официально поставили диагноз грипп. У нас диагноз ОРВИ, а температура 39,2. Раньше никогда так не повышалась сильно. Врачи ставят ОРВИ, хотя все симптомы, как при гриппе. Просто всем ставят ОРВИ, а я три дня с высокой температуры лежу пластом до трясучки. Дети переболели с температурой 39,5. Светлана Семеренко, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Сегодня утром многие горожане опоздали на работу. Такси отказывались приезжать по заявкам. Забастовка водителя началась накануне и продолжилась сегодня. Что заставило городских таксистов пойти на такой шаг, узнавал наш корреспондент. Вчера водитель пострадал на стеклозаводе. Слышали, да? Порезали его. В претензии к популярной службе заказа немало. Главным поводом к началу забастовки стали денежные сборы. С каждого звонка службы заказа стали брать по 5 рублей со стоимости проезда. И это помимо тех процентов, что водители ежедневно выплачивают в их пользу. На данный момент в Бурятии 1700 официально зарегистрированных таксистов. Но общее их число гораздо больше. Основная часть так называемых нелегалов работают в популярных службах заказа. И многие из них присоединились к протесту. Приехал ты на заказ, вышел пьяный пассажир. Вези меня туда-сюда. Водитель хочет отказаться от заявки. Он отказался через программу. Водитель на следующий день блокирует за то, что он отказался везти пьяное быдло. Я даже как водитель зарегистрирован под чужим именем и фамилией. Я работаю и выполняю заказы. А на моем месте мог бы стоять, допустим, наркоман, вообще водитель без прав. У них там полный беспорядок. Я пассажира дождливого дня не выбросил на улице. Поймал другое такси, как бы знакомого, за меньшее деньги отправил. Ты должен их выбросить, а отмену дать на улице, чтобы они поехали по новой заказывали такси. Заблокировано за это. Если при себестоимости километра 15 рублей, у них цена за километр 11 рублей, это само собой получается в ноль уходим и в минус. Забастовка таксистов стала неприятным сюрпризом. Сейчас мы проверим, действительно ли невозможно заказать такси в городе. Алло? Алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, нам такси заказать? Через пять минут к вам подъедет автомобиль. А вы чего не стали участвовать? Не примкнули, так сказать? А я этого и так не вожу. А как, простите, не понял? Максим? Поддерживаете, в принципе, таксистов? Как считаете? Конечно. Бензин пять раз подорожал, а цены на месте топтят сюда. Судя по всему, дух мятежа владел сердцами не всех таксистов в городе. Нужно отметить, что никто из зарегистрированных Минтрансом официальных перевозчиков не обращался по поводу забастовки. Деятельность вот этих служб заказа такси Минтрансом никак не регулируется? Да, они никак не попадают под юридикцию закона. И вот для этого дискроется пробел в законодательстве. Спустя четыре часа стоячая забастовка закончилась. Таксисты отправились на работу. Правда, заказы по заявкам они теперь не принимают. Подбирают пассажиров прямо на улице. Мнение горожан по поводу бойкота разделились. Вы слышали что-нибудь про забастовку у таксистов? Поддерживаю. Считаете, что дешево? Ну, конечно, солярка, бензин, все дорогое. Нет, мы против. Зачем нам повышение цены? Забастовка продлится до шести утра завтрашнего дня, после чего наступит так называемый день тишины. В планах протестующих организовать местную диспетчерскую службу. Никита Коробенков, Бадр Халматов, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Продолжаем. Новая школа появилась в Ибалгинском районе. Это позволит ликвидировать третью смену в селе Гурульба. Школу построили за год силами республиканского бюджета. На открытие побывала и наша съемочная группа. За более чем столетнюю историю Гурульбинская школа переезжает в четвертый раз. Но, со слов директора, этот самый долгожданный. Старое здание вмещало всего 120 человек. Дети учились в три смены до поздней ночи. В новых классах поместится в четыре раза больше. Я знаю, что они настолько вдохновились, что они теперь будут еще лучше учиться, показывать еще больше знаний. Дополнительным образованием будут заниматься в старом здании. О нем ученики и их родители вспоминают с неохотой. В старой школе там зайдешь сразу. И там только куртки все на стол, на стол ложат. Очень неудобно. А тут гардероб есть. Маленькая столовая, спортзал отдельно, туалетов нет. А здесь все вместе. Что нравится больше всего? Спортзал. Почему? Всегда можно повеселиться. Больше 20 кабинетов. Спортивный и актовый зал и крытая спортивная площадка. А еще школа сможет принимать детей с ограниченными возможностями. Установлены пандус, лифт. Вывести на кабинетах дублированы шрифтом для слабовидящих. У нас есть ребенок такой, который обучается на дому. Конечно, не хватает общения со сверстниками. Поэтому мы очень рады, что построили такую красивую школу. Могут обучаться абсолютно все дети. На строительство школы потратили 400 миллионов рублей. Но это только начало. До конца года в Ивалдинском районе появятся еще две школы и два детских сада. Продолжит решаться вопрос и по всей республике. Мы вопрос строительной смены решим. Деньги выделены в полном объеме. Поэтому сейчас все только зависит от нас, чтобы мы полностью уложили в строки, сделали качественно и создали нашим детям хорошие условия. В планах правительства решить проблему строительной смены уже в следующем году. За счет федеральных средств начнется строительство 10 школ. Новые здания появятся в Ивалдинском, Тарбогатайском, Заиграевском, Тункинском и Кабанском районах, а также в Улан-Удэ. Пять из них откроют свои двери до конца года. Сергей Смолнинов, Батр Халматов, телекомпания «Регус». Впереди еще много интересного и смотрите во второй части выпуска. Накипело. Чем закончилась встреча руководителей Золотого фонда и вкладчиков, расскажет Ольга Арсенукаева. Снежная свалка или как очищает город зимой. На проблему выехал дежурный по городу. А вам когда-нибудь приходилось за кем-нибудь следить? На бдительность горожан проверила Кристина Соснина. А сейчас о чрезвычайном происшествии. Накануне днем молодой человек выпал с балкона девятого этажа. От удара он скончался на месте. По данным следствия, 19 января в одной из квартир новостройки отмечала праздник компания молодых людей. Ночью они вышли на балкон. Там один из молодых людей решил обнять стоявшую рядом девушку. Но оба не удержались на ногах и упали. При падении юноша навалился на ограждение балкона, выполненное из металлического профилированного листа. Под тяжестью его тела ограждение разрушилось, и молодой человек упал вниз, где погиб. Известно, что дом, где произошла трагедия, сдался в эксплуатацию несколько лет назад. Но балконные конструкции сразу вызвали у жильцов немало вопросов. Она очень слабовата при ветре, она очень шатается. У нас, тем более, вы заметили, что не расщищенная она, не устекленная. Она местами даже не прикрепленная, честно говоря. В настоящее время следствие устанавливает детали трагедии. Также анализируются похожие случаи. После соответствующее представление будет направлено в органы строительного надзора. Долгожданная встреча состоялась. Руководство Золотого фонда наконец ответило на вопросы своих вкладчиков. Почему компания впала в финансовую депрессию и сможет ли вернуть клиентам их вложения? Диалог услышала Ольга Арсунукаева. Часть этих людей не хочет показывать свои лица. Желание понятно. Добровольные вклады в некогда громкую компанию «Золотой фонд» насчитывают десятки миллионов рублей. Принимали деньги под большие проценты, а потому только в Бурятии обещанием поверили сотни человек. Но ощущение стабильности было недолгим. У меня закончилось 11 декабря 2018 года. Пришла, написала заявление. Они сказали, что через 10 дней будут. И в конце концов закрыли офис. С октября здесь вообще ничего не говорят. Они проценты вычисляли, если их не требуешь на личной форме. Но когда мы пришли, попросили нам вернуть вклад, вот вылезла вся эта история. Эта встреча первая за несколько месяцев. До этого на контакт со своими вкладчиками руководитель компании не шел. Офисы закрылись до Нового года. Телефоны молчали. Спустя время ситуацию решили пояснить. Уверяют, что деньги инвестировали в строительство. Но фирмы начали банкротиться. Стройки встали. Сотни миллионов повисли в воздухе. Надо прийти в банк от маленьких процентов, как вы сейчас сказали, и все получить. Надо было? Я что, против, что ли? Мы вас сюда начали. Нет? Да. Высшие риски получали выше проценты, соответственно, выше риски. Мы кредитовали людей выше, мы тоже рисковали. Со слов руководства, залоговых объектов у компании на 440 миллионов рублей. Нужно подождать, когда их можно будет выгодно реализовать. Но хватит ли этих денег? Компания собирала вклады в 15 городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. А значит, в очереди на выплаты не сотни, а тысячи человек. Мы работаем, недвижимость продаем, заемщики мы работаем. Судебная практика у нас очень много. Вот мы получили в декабре решение о взыскании 75 миллионов. В Иркутске на 60 миллионов. У пайших, у кого есть желание получить деньги, они там забирают объектами. Потому что объем гашения за этот год прошел существенный. По сообщениям участников группы в Вайбере, значит, никому выплаты не производились. Ни полностью, ни частично. В частности, допустим, по моему вкладчику, значит, выплаты не были произведены уже в сентябре 2018 года. А потому люди массово обращаются за помощью в суд, хотя и на заседаниях представители золотой фирмы не являются. А потому самые инициативные готовят петицию к президенту страны, не веря больше никому. Ольга Арсенукаева, Александр Намжелон, телекомпания «Оригус». На грани отчаяния и жители Левого берега каждый год они наблюдают, как засоряют мусором главную реку города. И причем делают это те, кто призван отвечать за чистоту. Дежурный по городу выехал на место. Дежурство на этой неделе у нас начинается со свалки на реке. Жители жалуются, что мусор скидывают прямо с Селенгинского моста на лед. Интересно, что история повторяется. Ведь два года назад мой коллега выезжал на место. Проблема решилась, но ненадолго. Мы нарадоваться не могли. И с моста прекратили все это бросать. И сюда мусор прекратили все возить. Ну вот прошло год, все опять то же самое, к тому же вернулось. Люди кто-то спортом стараются позаниматься. Говорят, ну что мы боимся, нам на головы летят камни, все это снег. Там набережу в каком состоянии превратили. Оценить труд дворников можно по этой черной полосе поперек реки, которая соединяет два берега. Они очищают тротуар от снега и скидывают его вместе с другим мусором, который вмиг разлетается вместе с ветром. Они кричат, это чисто, это все экологически, это все с дорожек. А какой процесс? Они вот трактором прошли, скинули к бордюре. С дороги потихонечку на дорожку. Я говорю, что на дорожку? Потом раз, накопились, накопились. А вывозить это же затрата, это же технику же все надо соответствовать. А тут же проще раз, раз и все, и нормально. Мы обязательно узнаем, кто отвечает за импровизированный пейзаж на набережной. Ну а если и вы боитесь, что на вашу голову упадут проблемы, звоните дежурному по городу. Телефон 220-777. Саюна Бухаева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Очистились от грехов. В Бурятии более 22 тысяч человек искупались в крещенской воде. В их числе и глава республики Алексей Циденов. Как в Бурятии отметили один из главных православных праздников. В следующем сюжете. Это видео появилось лишь сегодня, но тут же собрало тысячи просмотров и сотни лайков. Публичное купание первых лиц уже стало некой традицией. Православные отметили крещение в ночь с 18 на 19 января. Первое водоосвечение прошло в 11 утра, второе – после 6 вечера. Сразу после праздничной литургии верующие шли набирать воду. Сделать это можно и сегодня. Во всех церквях и монастырях сделаны большие запасы. Искупаться же можно было лишь в течение суток. Чем и воспользовались 6 тысяч улан-уденцев. Всего в Бурятии подготовили 29 купелей. Среди них впервые открылось теплое в одном из ресторанов города. Но самое большое количество желающих искупаться собралось на открытом воздухе. Среди них и взрослые, и дети. Нормально. Холодно только немножко. Ой, первый раз попробовал. Вообще здорово. Вот передаваемая. Эта крышка вот здесь открывается и всех бесов изгоняет сразу. Спасибо. Грехи, грехи очистили свои. Сопрошедший год. Несколько лет подряд купалась. И при том на здоровье я не жаловалась. После того, как, ну вот, можно сказать, год я отпустила. И все. У меня то одно, то второе посыпалось. Праздник обошелся без происшествий. Безопасность обеспечивали более 200 человек. В их числе спасатели, врачи и полицейские. Сейчас все Иордании заблокированы. Это делается для безопасности людей, чтобы исключить провалы под лед. Евгения Жировова, Сергей Смоленинов, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Продолжаем. Зритель – актер. Новый вид искусства давно покорил зарубежные площадки. Расширяют границы и у нас. В Улан-Удэ готовится новая постановка в стиле перформанс. Как идет подготовка и кто задействован в премьере, расскажет Саюна Бухаева. Момент такой интимный достаточно, да? То есть, как он может это почувствовать? То есть, то существо, которое такое очень твердое, в какой-то момент становится очень мягким и ласковым. История любви демона к живому человеку легла в основу сюжета перформанса, где главную роль исполняют не только актеры, но и танцоры, музыканты и художники. Поэмы Лермонтова «Демон» знакомы едва ли не каждому по школьной программе. Но вряд ли кто-то видел главного героя таким. Демона играют сразу четыре артиста, и все одномоментно находятся на одной площадке. «Контемпорари» исполняет участник шоу «Танцы на ТНТ» Тимур Базаров. Он же соавтор нового проекта. Это будет непривычное для зрителя пространство и непривычное действие, которое будет происходить. То есть, это будет спектакль, но при этом не спектакль. Это будет танцевальный театр, но при этом не только. То есть, это будет синтез, это будет, как сейчас можно говорить, коллаборация. Музыкант будет создавать мелодии на хуре под бит, а художники творить перед зрителем. Самое главное будет твориться на сцене, потому что там будут стоять большие холсты. И это будет все, во-первых, во времени продвигаться. Это будет накладываться одно на другое. Я предлагаю вам попробовать то, что видят люди где-то в Нью-Йорке или в Шанхае, в Лондоне. Это мы делаем здесь. Будет ощущение, что он находится внутри этого действия. Ну, то есть, как мы в классическом театре привыкли видеть. Заглянуть, как идет подготовка, могут и зрители телеканала «Ригус». С 22 января стартует новый проект – заметки о создании перформанса. Ставит задача, чтобы поломать творческие шаблоны людей, что здесь вот все, что можно здесь какого-то творческого потолка достичь, это уже достигнуто. Вот этот телепроект показывает, что это не совсем так. Что это не совсем, это совсем не так. Пять серий – как независимый продукт вне заключительной постановки. Возможно, для кого-то эти заметки станут инструкцией и отправной точкой к созданию нового шоу. Саин Бухаева, Виктор Немаев, телекомпания «Ригус». И к новостям спорта. В столице Бурятии прошли гонки сибирской кросс-серии. Представители городов Сибири и Дальнего Востока встретились на трассе «Карьера» в поселке Сужа. В атмосферу скорости и адреналина погрузилась и наша съемочная группа. На старте только профессиональные кроссмены. Почитатели быстрой езды к нам в Олан-Удэ приехали из Читы, Братской, Иркутской, Усоль и Сибирского. В этом ледовом шоу заезды в двух классах. Любимые в народе «восьмерки», «девятки», «копейки» выясняли отношения в дивизионе «Супер-1600». Под капотом каждый из них примерно 160 лошадей. Здесь майку лидера до финала не снимал автогонщик из Кабанска Евгений Тимофеев. Мой мотор спортивный. В том году в Иркутске у меня шатун вылетел. На подготовку времени не было. Стандартный мотор постоял. В Чите тоже ледовая гонка. Второе место взял, а здесь первое. Полный привод или полный фарш, так говорят автолюбители о классе суперавто. Каждая машина имеет по 400-500 лошадиных сил. Плюс блокировка трансмиссии, спортивные стойки и еще куча доработок, о которых пилоты не распространяются. Наибольшая скорость, зафиксированная на трассе, 150 км в час. И тут главный приз уехал в Читу. Машина у меня самая слабая, если честно, среди всех участников соревнований. Лидерство всегда тяжело, потому что когда ты едешь вторым, твоя задача держаться. Когда ты едешь первым, твоя задача убегать. Но сзади ничего не видно, то есть ты не понимаешь. Далеко от тебя, близко, рядом. Эта гонка входит в сибирскую кроссовую серию. Первый этап прошел в начале января в Чите. После Улан-Удэ автокроссмены отправятся в Красноярск и Зеленогорск. Всего предстоит шесть ледовых этапов. Завершится серия 10 марта большой гонкой с Людянки. Отметим, что в Бурятии ледовый автокросс официально не проходил с 2013 года. Алексей Турбов, Батар Халматов, телекомпания «Оригус». Сегодня в России отмечают день тихих шагов и незаметных взглядов. Мы решили проверить горожан, насколько они бдительны. А заодно узнать, приходилось ли им за кем-нибудь следить или тихонько куда-то пробираться. Да, я сейчас иду дома, что вы за мной ходите. За кем когда-нибудь приходилось следить? Ну да, сам парнем следил. Это было недавно, такая годная са. Я что-то сначала не понял, думаю, может, опознались. Утром на работу встаешь, чтобы там все спят, прокрался и пришел на работу. Ну так вот выскочил тоже, разыграл, кого-нибудь испугал. Я просто думаю, почему вы возле меня идете. Было такое, что я за другом следил, когда он с девушкой там гуляет в школе еще где-то в шестом классе. Почему вы это делали? Можно узнать. Ну, потому что просто интересно было. Если я видел знакомого человека, я видел его первого, а он меня не замечал, то я старался как бы подкрасывать, ну и обрадовать или испугать его. Не надо так людям больше подходить, пожалуйста. Мои ребята устроили мне сюрприз на Новый год. Я не ожидала. Ну, когда охота, чтобы ребенок поспал подольше, приходится потише ходить. Как бы так все. У вас еще есть время проверить на бдительность и своих близких, но главное в этом деле не переусердствовать. К этой минуте у меня пока все. Впереди вас ждет рубрика «Сфера интересов». Я же с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Увидимся в эфире. Мечты сбываются. И сегодня для этого достаточно совершать повседневные покупки. Сеть магазинов «Николаевский» подвела итоги акции «Выиграй кухню мечты». На кону сертификат на кухню на сумму 150 тысяч рублей и 20 отличных помощников по хозяйству. Здорово. Я очень рада, что выиграла приз. Что мне никогда не везло, а сегодня повезло. Сегодня я счастливая. Алексей на выигрыш сильно не рассчитывал. Услушал свою фамилию уже возле выхода. И вот в руках инженера сертификат на 150 тысяч рублей. Спасибо магазину «Николаевскому» за этот приятный сюрприз. Я очень рад. 150 тысяч, но дороги не валяются. Магазины «Николаевский» радуют своих покупателей не только качественной продукцией, но и интересными акциями, в которых может принять участие каждый покупатель. Поздравляем победителей акции «Клубной мечты» и ждем жителей республики в наших магазинах. Доступность, разнообразие качества товаров, бонусная система и возможность выиграть солидные призы. «Николаевский» знает, как порадовать своих покупателей. «Николаевский» 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 «Николаевский»